Красивый штат Кентукки Такой чистенький Зелени много Дороги просто идеальные Машин мало, потому что сегодня воскресенье, наверное Но это вот это я еду в западном Кентаке Тут как-то, наверное, пару месяцев назад На границе с Арканзасом прошел Сильный-сильный шторм Даже не шторм, а как правильно сказать Смерч погибло там, что в районе больше 50, наверное, людей Посносило дома Да, вот такое тут бывает, конечно Но сейчас вроде все нормально Я не знаю, наверное, туда дальше где-то еще миль 100 Начнутся какие-то показатели То, что здесь был шторм Я еще еду чуть-чуть восточнее Вот шторм Посмотрим, интересно, будет что-то видно Последствия или нет Да, аномалии в Штатах, конечно, такие бывают Серьезные Интересно, просто это или природные такие явления Или это все-таки какое-то климатическое Контролируемое оружие Которое можно зачищать Участки Территории разных штатов Земли Потому что сейчас все чаще и чаще Какие-то вспышки Вспышки То торнадо, то смерть То ветра, то ураганы какие-то А так нормально Идем, ребята К своей цели Едем на разгрузочку В город Джонсборо Штатар, Канзас 269 миль Это место назначения Принят должны меня в 4 А я буду в районе часа Тут похоже на час назад Еще время подвинется Перейду в центральную тайм-зону Центральную время Погодка обалденная 38 градусов по паренгейту уже Это плюс 2-3 Это радует Потому что я выезжал по таким морозам Что я думаю, что заболею 100% Все дорогу пил противовирусные Чтобы серьезно ничего не хамнуло Но вроде сейчас хорошо Уже Чувствую себя идеально А то прям сначала трейлер Когда забирал, проморозился так Потому что меня трусило Думаю, неужели заболел Не привык я к таким морозам У нас все-таки меньше мороза Всегда А тут минус 20 А я как обычно Худи, тапочки Нормально Хорошо, что в шортах уже не вычат Так что мы чем Вперед к целям Сегодня же, надеюсь, отдам и трейлер Опушусь 100 миль в Мемфис После того, как разгружу груз с этого трейлера Отдам сам трейлер Нам за него платят, кстати, гигантскую цену 150 долларов За тысячу миль Ну, как я говорил, они нам вот так Символически Дали перевести Но мы можем на нем работать Я бы мог до 28 числа На этом прицепе зарабатывать деньги Если бы я захотел У меня Больше интерес сейчас Забрать свой прицеп Может быть, сегодня получится это сделать Там 24 часа 24 часа Они работают Чтобы забрать трейлер И также 24 часа работает Амазон Для кого я везу вот этот трейлер сейчас Чтобы скинуть Должно хватить времени Чтобы все зацепиться Потихонечку отъехать Может быть, на трекстап И ждать завтра Отсюда будем какой-то груз брать Ну, или в ближайшей Терри В радиусе Там 100 миль, я думаю Посмотрим, какие цены Конечно, если потемну Придется забирать свой трейлер Я, наверное, этого делать не буду Лучше с утра приеду, заберу Чтобы и поснимать, и показать И проверить, хорошенько найти Чтобы его нормально Вот Такой план работы У меня на сегодня-завтра Скинуть груз Скинуть груз Скинуть прицеп Забрать свой прицеп Загрузиться В сторону дома А может быть, куда-нибудь еще В другую сторону Куда платят хорошо И потихонечку двигать На восток Вот, ребята, пошли Последствия Вот этого шторма Смотрите, сколько деревья Поломанных Заваленных Истой С этой стороны Здесь, конечно, страшно Смерч был И он У него такое протяжение Было на два штата Или больше Просто ломал Все, что есть Целые леса такие Все, что есть Столбы погнутые, прикиньте, снаги посносило, это все же та же аэрия, где проходил вот этот вот смерч. Это город Бентон, штат Кентакки, вон на домики пошли из крыши, электростанция заваленная, да, ближе к границе с Арканзасом больше повреждений. Если синие крыши, это значит накрыто брезентом от того, что продекает крыша, снесенная ветром. Да, господа, не хотелось бы жить в таких местах, конечно, которые подвержены торнадо или всяким вот таким вот стихиям. И реально, не знаешь, чего ожидать каждый день. Никогда не было, а тут ни с того ни с сего бабах и накрыло. Жесть. Глаз Прадо Спринклде, первое время за все, наверное, века существования города, в регионе, где я живу, тоже был торнадо где-то в районе 2011 года, что ли. Это была такая аномалия, все очень были удивлены. Он такой был мощный, восносил тоже целые районы, домов, перебросился на какие-то деревни, поломал там тоже леса куча. И почти в сторону Бостона шел, и там уже так растворился более-менее. Но это было прям вообще. Торнадо, они были для степных местностей популярны, да, ну, как здесь, ну, и то здесь горы, вот, а в степях закручивается, ведь это нормально. Ну, вот и у нас такое бывало. Это, конечно, было страшно. Но уже лет 10-15 после этого ничего. Булевой экзит. И у нас скоро штат Арканзас. Климит падает на 55. Я, конечно, надеюсь, что это Арканзас. А-а-а, нет, что-то другое. Нет, это Теннесси, ребята. Интересно. Тут, короче, стечение нескольких штатов. Я сегодня должен побывать в Теннесси, в Мизури, в Арканзасе. И в Кентаке вот на это же время, да, это Теннесси. Еще интересно так. Близко-то, а? Я вот больше Мизури боюсь, Теннесси еще окей. Да, в Вейдстейшене так себе норм. Но Мизури я слышал, не очень. И они в воскресенье часто работают. Класс, в Вейдстейшене, отдыхает, пересыпает, отжидается, чтобы все позакрывалось, но, увы. Сейчас проверим, короче, может быть все окей. И Сандэй. Сандэй-морнинг все в церкви должны быть. Дальше. Дальше. Есть. Один. Еще один поворот. Поехали. Все, поехали. По Теннесси. Помчали по Теннесси. Тут даже асфальт какого-то другого цвета стал сразу. Оранжевый. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Дорогой Наверное лучше все таки новую машину брать чем Чем старенькую Ну думаю в этом стаде цена нормально Тут просто в людей Нет столько денег чтобы Брасли Как у нас честь искали Новый домик Новый констракт Среди всей этой красоты Заброшен Очень много там Хантед Хаус Знаете Если не поймешь живут Руки Нормальные спрятки Производство что то есть Люди где то работают Самые дешевые магазины Family Dollar Решетки страшные Вот все по решеткам Можешь сразу узнать ребята Выпитые стекла Скорее всего была школа Все такое да Неблагополучное Это уже Тахо Ингрейш Да Машины Машины классные Очень простенькие И гаражей Тоже на весы какие то Такая разная жизнь Американцы И американцы разные Один от другого отличается Кардинально Но Страна Единая Все эти разные штаты Соединенные Но Действуют По одиночке и сообщая об одно и то же время Интересно как этого конечно здесь добились Экономического Статуса Развития Всего лишь за сколько там лет Да Декларация независимости была подписана в 1776 Стан Радио 2022 Мировая империя Смотрите Ну как бы с боком не щита А трасса Это в Дубае Просто идеально Нет ну и ямки Идеальные разметки Знаки Все для машин Все для машин Хотя так подумать Зачем эти дороги здесь да Неужели они окупаются А нет Все таки транзит Не важно Все должно быть на базе Хотя бы дороги Это бизнес Что это бизнес Какие-то свалки Ничего не видно Вот штат Чисто агрономное тут Поля 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 Может быть ферма только Окупает все Но это дело не сильно прибыльное Наверное Все эти поля И много работать надо Обрабатывать Ухаживать Все это делаем Несметные земли Не знаю Реализовки не видно Один штат наверно с размером Треть Какой-нибудь европейской страны Гигантские штаты Очень много свободного места в штатах Я не знаю Там говорят что Перенаселенная земля туда-сюда А едешь И ни одного человека Не встретишь Сотни километров Тысяча километров Бывает Или там Через одного Понимаете Можно заселять Заселять И заселять И еще Места хватит На все эти поля Думаю Думаю Работать Не хочется Вот И Государство Это ощущает Открывает Границы Запускает Новую Как говорят Fresh blood Свежую Гровь Стремительных Трудолюбивых Заработать Очень быстро И много Людей Потом Те Лет двадцать И так Наяривают На Америку И тоже Начинают Немного Расслабляться Снова Граница Открывается И Вот Так Вот Так Сансары Короче На группу Идет Бесконечность Вот Я не представляю Конечно Кто тут на полях Работает Для меня это Вообще Сейчас рабов нету Вот У нас например Масчистец У нас там Контракты Фермеры делают С мексиканцами Сальвадорцами Но они им деньги платят Как бы неплохие По меркам Южной Америки Те работают На полях Там В шляпках своих Ходят Что-то Перебирают Даже не знаю Наверное Весной Тоже Все уже автоматическое Как это Массу Полей Все Тракторами Комбайнами Что Они вообще Растят Здесь Вот Фермер Все Очень Странно Купки Как сказать Вогольчик Вот еще Не видно Богатых Таких Чтоб шертовали Люди Одни этажечки Такие простенькие У них Катыньки Никакого Совершенно Лакшери Здесь нет Ух 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 Подбед Ни Ух Ни Ух Т Ух И Ух 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 сказали подождать немножко подождать придется надеюсь недолго я на базе ищут для меня дверь сказали позвонят это хорошо можно будет сейчас спокойно себе пообедать пару минут передохнуть собраться с мыслями за тяжелой работой плотненько поработать вот здесь можно было справа аккуратненько припарковаться на щебенке уже в гвозде никаких не было они будут перед стопом ждем с господа ждем с док 69 20 на прошло даже успел пообедать точнее звонят заезжай время у нас 14 принимают на два часа раньше это большой плюс а главное сейчас найти док 63 а есть надежда сегодня приехать еще за трейлером на спектр на спектр на спектр на спектр 12 13 большой большой сторич плейс 21 Да, это чисто, наверное, чисто по материи, скорее всего. Смотрю, там дамстеры такие, и внутри белая вот эта вот материя лежит, которую я везу. Какие-то бочки слева, интересно, что это. Кто что производит, да? А, ну это Арканзас, может быть, тут какие-то хлопчатые изделия? Ты же хлопок. Так, у меня, походу, в самый, в самый конец этой базы двигать надо. Такие старые трейлера тут тоже стоят. Старье-старье, прям как у меня. Ну, вот свеженький, Гравит Дэйн, свежачок. Так, года 2010. Все остальное какие-то 90-е. Видно, их не этот, сторидж, они туда складывают, складывают в хранилище. Вот, в хранилище. Так, так, так. Ага. 6,9. Окей. Слях. Док свободен. Будем пробовать. Нарковаться, греерочки открыть. Так, она протянуть подальше, подальше, протянуть. Так, давай. Ох, твою дивизию супчик не поелся. Собака. Собачка. Твой супчик чуть-чуть отнялся. Ай-яй-яй. Нехорошо. Капелюшечки. Все. Теперь придется не доедать. Блин, ребята, тут что-то прям... Усковато я-то. Усковато. Дыши, дыши. Ну, прикольно, что все в основном на этом месте доки. Ну, вот эти подъезды, двери. Такие легкие подъездные. А вот именно где у них доставка, там у них сложно. Всего лишь видно два. Два получателя лифтока. И вот надо с ними работать. Доставка у них не так часто, как посылка. Посылка. Шипа у них... Ой. Шипа у них большой. Дамстер у них пахнулся. Так, так... Так, что-то я иду... Криватенько. Криватенько. Сейчас выровняем все. Дверь открою. Икрыю двери. Я уже тогда буду подъезжать. Джонс Баран. Ура. Шесть миль. Ну, мы на разгрузке. Зоехал в городок, который мне нужен. А тут так тепло. Плюс 50 по Ференгейту. А годка шикарная. Солнышко палит. Хорошенько так. В левую руку. Будем разгружаться. Вот смотрю, сразу начала появляться в этом городе куча разных баз. Таких холлсейлов. Верхаузер. Рамин. Где много траков. Подъезжают, разгружаются. А еще заднейшую столешнюю 10. В общем, какая-то промышленная зона. Очень много трейлеров, траков. Вот там он стоит. И так. В общем, везем их в материю. Вон, какой-то продуктовый перевалочный пункт. На столе, лингвази. Замороженные продукции. И поля. Поля, поля. С другой стороны. Только поля. Мы на месте. Ай, да погодка, ребята. Как я рад оказаться на юге. Юг. Это сила. Так, стал я хорошо. Подвинул колеса. На этом трейлер. Даже колеса еще двигаются. Идем в офис. О, даже тут соль сыпет, видишь? Что-то я не могу достучать от них. Спать пошли, что ли, ребята? Я вот думаю, бумага у меня. Надо же отдать им, чтобы они понимали, что они принимают. Сколько чего. Пока никто ничего не отвечает. Будем ждать. А, ребята, Оля, короче, повихоньку развалит. Смотрите. О, отвалилась эта фигня. Которая поддерживала всю вот эту вот систему проводов. Надо новую поставить. Зима. Все ржавеет. Вот и все. Три часа дня без десяти. Мы разгружены. Поехали отвозить трейлерок. 4.30 должно быть на месте уже в Миссисипи. Сегодня, получается, у меня Кентаке. Ниссуриштадт. Арканзас. И Миссисипи. И обратно в Арканзас сюда прийти. Так вот. Баршрут. Мемфис. Славный городок. Мемфис, Мемфис, Теннесси. Опять река Миссисипи. Я ее сегодня пересекал пару раз. То в одну сторону, то в другую. Мегангская водная вена для торговли. Или просто передвижение морских судов. Если видите, сейчас длиннющая метров так 500 баржа передвигается. Я не знаю, что он мне. Но ее толкает. Ну, маленький карат. Как же она там. А с левой стороны. Сам город Мемфис. Я еду южнее. В город Оливбренш, Миссисипи. На Амазончик. Скину трейлер. И обратно. Обратно по этому мостику. Классные места. Давно я здесь не был на юге. Тут как-то один из мостов, короче, обвалился. Что ли? Или треснул. А тут полгода, наверное, нельзя было ездить. Пересекать реку Миссисипи. Нужно было объезды делать такие серьезные. Километры накручивают. Вот так вот Саркан взялся, мы перескочили в штат Теннесси снова. Yes. Теннесси, welcome to you. Welcome. Welcome back. 326 тысяч пробег. Майло летят. С скоростью света. И мы летим. Со скоростью света. Отдавать в рецепт. Отдавая. До sextарта. Ув��. И снова перемещ нас. Выдавая. Абiot Close. До следующейISI. Продолжение следует GH方面. Последствует. Отдавая. Продолжение следует... Костяково. И европей. Отдавая. Ваня Snow. issippi похода. Продолжение следует. Последует. Отдавая. Отдавая. Продолжение следует. Послед Judgeback. Продолжение следует... 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 господа наконец-таки я добрался до шавара ура ой какая красота новенький фрэш душик елки-палки как я мечтал это на протяжении двух дней даже вода есть шикардос ну все на ночь забарковались искупались смотрите какое-то поле сзади еще можно погулять побегать класс лобс джентбара арканзас 8 часов вечера короче надо идти банки друзья хочу раньше завтра встать чтобы все успеть поделать